Всем доброе утро! Всем привет! У нас сегодня будет вторая съемка, очень-очень сложная для нас, это будет съемка кулинарное шоу. Здесь будут съемки. Вылазь, вылазь, я знаю, что ты боишься. Давай. Вы готовите втроем вместе с ним. Вы готовите некоторый фильм. У вас есть камера, которая по центру стоит, вы в нее всегда обращаетесь. На остальные камеры вы внимания не обращаете вообще. Особенно не прямой фильм, мы максимально стараемся вам помочь. Мы снимаем блоками. Мы максимально все заинтересованы, чтобы все было хорошо. У нас это никакое не испытание. Вы в любом случае приготовите. Когда вы будете говорить какие-то слова, вы общаетесь. Чем больше вы говорите, тем лучше. Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Вилка и ложка». А это значит, что мы здесь будем готовить национальное блюдо народа Кубани. И сегодня мы готовим блюдо татарской кухни. Ты на меня оставь вот здесь. Прям чуть-чуть плечи кивоты даются, хорошо? Все, посмотрели. Первое блюдо татарской кухни, которое приходит мне на ум, это азу и биреши. Марина будет готовить. Марина будет готовить. Биреши. Дмитрий. Азу. Начнем, я думаю, с более сложного, с азу. Что начнешь? Думаю, нужно почистить. Все верно. Все верно. Я готовлю биреши и сейчас будем начинать тесто. Все верно. Тебе нужно сделать тесто само. У тебя есть все для этого. Есть дрожжи, мука, соль, вода. Ты когда-нибудь готовил биреши? Нет. Но сейчас буду учиться. Вот. Это очень важно. Будем учиться. Мы тут этим и занимаемся. Займусь вот самым-самым сложным и трудоемким процессом здесь. Подстаю. Ну, сейчас начнем. Все правильно. И если муку не просеять, то она будет комочками. Это будет так себе тесто. Давайте начистоту. Это так себе тесто. Муку нужно просеять. После чистки картофеля нужно опустить его в воду, чтобы он не потемнел. И тоже желательно опустить в воду. Чтобы он не обветрился. Он не потемнеет, но может обветриться. Он не потемнеет, но может обветриться. Ну и запах. Как дела с мукой? У нас стало более воздушно. Прекрасно. Теперь добавляем дрожжи. Половину. Половину, не все. Еще добавлю. И перемешиваю. Перемешиваю, все верно. Можешь добавить пока солны. И тоже перемешать. И тоже лук поешь. Послушай, послушай, какое дело я и тебе лук почищу. Сейчас пока просто делаете. Я прочитаю, что я вижу, скажу вам хорошо. Смотри, что все правильно. Все хорошо. Потому что вся мука, это здорово. Ну правда, это же ледок. Да, ты ж не сдаделал. Это творческий процесс. Муку я уже перемешала с дрожжами и солью. Сейчас нужно будет добавить воду. Размешиваю. Размешиваю. Готово? Давай. А тесто важно. 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 Хорошо перемешать. Проводим. Сейчас. Укадывай, укадывай. Все, все. Поднимай руки выше. Слепляйте пальцы. Воду в муку лучше добавляй постепенно, потихоньку. Чтобы соотношение муки и воды было правильным. Добавляем воды по чуть-чуть, по чуть-чуть. До идеального состояния. До идеального состояния. Так. Перемешай, перемешай. Хорошо. Прям все перемешаем. Много легких пластилистов, которых можно добавить слаймы. Вообще, я дома когда была, первый раз я взяла слаймы. Вообще, татары это изначально кочущие племена, у которых не было много времени на долгое приготовление еды. Поэтому чаще всего еду просто жарят. Жарят быстрее получается. Поэтому хоп-хоп, беляш готов. Но вообще беляш не считается исключительно татарским блюдом. Это также еще и... Какие нужны? Башкирская и казахская. Вообще, беляши также готовят еще и казахи, башкиры. Вот еще несколько интересных фактов о беляшах. Вот еще несколько фактов о беляшах. Ага, посмотрим графика. Все есть. Так, тесто уже готово. Его нужно вложить в теплое место, чтобы оно поднялось. Все верно, все верно. Сейчас я буду заниматься фаршем. И пока оно будет подниматься, я буду заниматься фаршем. Отлично, отлично. Приступай. Я пока в фарш добавлю все специи и перемешаю. И все это тщательно перемешаю. И все это тщательно перемешаю. Поехали. Поменьше, желательно перемешаю. И поменьше, желательно перемешаю. А также нужно добавить два лубчика чеснока. Его нужно мелко подавить. Либо можно подавить. Молодец. Я готов. Как успеть есть с чесноком? Дорезать почти готово. Все, тогда можно уже приступать к жарке. Тогда я считаю, что можно уже приступать к жарке. Молодец. Да. Начнется. Дим, скажи еще раз. Думаю, да. Начнется. На таком прохорке? Да. Поехали. Готовы? Поехали. Чеснок мелко нарезан? Да. Замечательно. Сейчас это все нужно перемешать. Опять перемешать, да. Такое блюдо тут нужно много, много перемешать. Мы нарезали чеснок очень мелко, чтобы их много два зубчика, поэтому нам нужно распределить по всему фаршу. Все верно. Все верно. Знаете, просто... Я только лук назову, да. Через чур, даже отлично, добавляем лук. Да-да. Есть, верно. Лук, как побольше. Давай-ка. Это такой блюдо. И, слушай, накрываем жирской, будет вкусно делать. Лук добавили, теперь на крючку. Знаете, что я не вижу? Добавляем лук и добавляем в стол. Замечательно. Замечательно. Тристое. Да. Вернемся мы к бережу. Получилось много теста, да? Да. Хорошо. У вас год отпал, а уже набухло. Хорошая попались к троши. Да. Что будем делать? Сейчас будем распределять их... Сформировать билиши. Формировать шарики. Нет, это же мои тесты будут формировать билиши. Сейчас будем формировать билиши. Давай так. Я займусь фаршем, а ты тесто. А можно мне немного масла? Тесто может прилипнуть, а масло... Положи обратно. Положи обратно. Положи обратно. Да, да. Так. Может там в рот, Сардж? Я тесто? Да. Ты будешь оторвать билиши. Как ты тут сделаешь? Везде. Я буду раскалывать билиши. Я займусь тестом. Необходимые кружочки из теста. А ты пока отбивай фарш. Его очень важно. Очень важно. Его нужно отбивать в яйце. А когда мы отбиваем фарш, из него выходят кузырьки воздуха. И он становится плотнее и вкуснее. Проверьте. Сравните разницу. Из небольшого кусочка теста делаем такую вот небольшую лепешку. Произвольные формы. Желательно, чтобы ближе к кружку. Тесто получилось в вас. Это хорошо. Значит, будут воздушные билиши. Воздушные билиши. Хорошее название для кафе. Воздушные билиши. Фарш отбит? Да. Супер. Берем на глаз, на глаз. Небольшой кусочек фарша с луком. Немножко прижимаем его. Его заворачиваем. Заворачиваем, как вам удобно. Заворачиваем, прижимаем. Если остается по центру небольшая дырочка, это хорошо. Это хорошо. Такие билиши и делают. Ну, можете сделать и закрытые. Ну, можете сделать и закрытые, какие вам нравятся. Скажи прямо громко сейчас. У меня есть немного другой способ, как можно сделать дырочку. А, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Как это? Интересно. Так, держи. Я... Чуть-чуть масла. Чуть-чуть сейчас. У меня есть свой способ. То, что пекло у нас с вами знаковое. Мы делаем такую вот формочку, как блинчик. Более крупную. Угу. Стараемся. Ну, пока все так же, как у меня. Ну-ка, ну-ка. Мы берем фарш. Кладем по центру. Мы берем и вот так залепливаем. Также мы должны их внутрь, чтобы не распалось. Так, да, да. Любопытно. Любопытно. Хочу попробовать так же. Правильно я понимаю? Да. Да, так же. У нас карточка, по-моему, выкручена. Это приподнимаем, залепиваем. Да. Только нужно еще на... Ну, посидеть. Ну-ка. Нужно сначала этот краешек положить на мясо и защипнуть. Раз, скажи. Положить и защипнуть. Ага. Положить и защипнуть. И у нас получается вот такая вот гармошечка. А-а-а, понял, понял, понял. Ну, я продолжу, я продолжу сейчас. Положить, защипнуть, положить, защипнуть. Так, ну у тебя получается лучше, чем у меня. Продолжай сам. Хорошо. Так. Сор, перец. У меня сора уже смешана с перцем. Ловушка потом. Беляши готовы. Ну, как готовы? Сформированы. Будем готовить? Да. Сейчас мы нальем в сковородку масло, чтобы оно нагревалось. О, как еще чуть-чуть подождем. Пусть нагреется. Масло разогрелось. Лучше сначала опускать не полностью, а краешком и потом вниз. Чтобы с себя не стреляло. И смотри. Когда, вот сейчас покажу. Когда опускаешь, опускай от себя. Не на себя, а от себя. Потому что брызги, если что, будут тогда на тебя. Понимаешь? Да. Это опасно. Ну-ка. Вот так. Обжариваем 4 минуты, переворачиваем. 4 минуты опять обжариваем. Потом опять переворачиваем 3 минуты. Потом опять переворачиваем 3 минуты. И готово. Все. А ты пока перенесешь? А ты пока перемешивай. Перемешивай. Все. Набираем тату. Наконец-то. Ай, ай. 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 Повторяйте, почему так больно. Вообще не больно. Вот так и красивые десерки. А дырячее чувствую? Просто без кальфу подритет? Да, сейчас я хочу. Все это чрезвычайно аппетитно выглядит. Вы посмотрите, беляши, беляши, а, домашние, не какие-то там сыровенькие, беляши, азу, азу, ммм, пахнет, ой-ой-ой. Ну что, пробуем? Так, попробуем сначала азу. Берите, берите, пожалуйста. А сколько вилок от одной до десяти ты дашь этому блюду? Десять. Десять. Лучше, вкусно, не приготовил сам. Да, я полностью согласен, это десять, десять из десяти, и поздравляю, у тебя получилось именно то, что нужно. С тем же самым вкусом, который подчеркивает весь национальный коллег. Очень вкусно, хорошо. Сам, как оцениваешь? Довольно. Ну, на сколько? Ну, на девять, сразу удивляю. Да-да. А-а-а, вот эти вот, другая. Итак, сколько вилок от одной до десяти ты дашь беляшам? Определенно десять. В общем, десять. Десять, десять. Хорошо, хорошо. Я дам тоже десять. Судя по тому, что ты уплетаешь беляши за обе щеки, ты даешь этим беляшам десять из десяти. Все верно? Понятно, понятно. Ну что ж, вот такие вот татарские национальные блюда мы можем приготовить просто дома. Вот, как видите, татарская кухня очень простая, сытная и вкусная. Хорошо, что у нас на Кубани живет так много народов с такими кухнями. Ну, и, конечно же, потом съемочная бригада нападает на беляши. И я, конечно же, попробую. Ляша, которая бегает у вас доченька. Так, съемки закончились. Ура! Такие легкие. И пойдем мы в кафешечку, посидим, кот попьем. Ура!